Во имя Отца и Сына и Святаго Духа В первый день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли женщины ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. То есть пришли ученицы Христовы, но и некоторые другие. Может быть помощницы, которые готовили снадобья, которыми умощают тело усопших, потому что была суббота, и они не успели все приготовить необходимое для правильного погребения по иудейскому обычаю тело Господа Иисуса Христа. И, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же они недоумевали, асем вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. Это Господь послал им двух ангелов для того, чтобы они изъяснили им, что произошло. Хотя Господь надеялся на то, что они как-то запомнили его слова. Но этого не случилось. И когда они были в страхе, наклонили лица свои к земле, ангелы сказали им, что вы ищете живого между мертвыми. Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда еще был в Галилее, говоря, что сыну человеческому надлежит быть предану в руки человек-грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть. Ну, всем своим ученикам об этом говорил. Ну, ученики, мы сами были учениками. Главное свойство ученика – это какое? В одно ухо влетело, из другого вылетело, и так навсегда. Да, любого из нас по любому предмету можно проэкзаменовать, и мы убедимся, что мы ничегошеньки не помним, даже из средней школы. Вот, и в институте, и человек по специальности не работал, все улетело. Так, общее развитие осталось, но самих знаний невозможно. Нужно учиться заново. Вот, потому что вот так падший человеческий ум, он не может этого удержать. Ну, и с животными то же самое. Если дрессировка кончается, то и то животное, которое было прекрасно отдрессировано, если пять лет не заниматься, не останется ничего. Так же и с пианистами. Если пианист не играет, он, даже Рубинштейн, Антон, говорил, если я один день проведу без фортепиано, я уже не музыкант. Вот, один день, уже сразу уровень техники снижается, и уже, ну, что-то простенькое, конечно, и с листа можно сыграть, но так что-то серьезное, это уже невозможно. Все требует постоянных усилий. Вот, и поэтому большинство людей, они остаются даже, вот я наблюдаю самвона на тех людей, которые в церковь приходят, обычно очень тяжело дается. И познание воли Божьей через священное писание, и чтение книг, скованный, как кальцием, ум, он не способен соображать. Вот, и большинство людей, вот у них такая умственная леность. И из-за этого, собственно, человек и не понимает, а что, собственно, этого Господь требует. И поэтому человек находит для себя, ну, какие-то такие вещи простые, которые, ну, даже куром на смех. Вот он вопрется, и вот начинает страдать. Вот, постом я съел кусок рыбки, вот грех. Значит, надо рыбку не съесть, тогда уже будет не грех. И тогда вот, вот, уже все спасен. А самое главное, что человек должен усвоить, ну, это вообще, что Христос жил, говорил, совершал чудеса, учил, умер на кресте и воскрес. А это, собственно, вообще никого не беспокоит. Беспокоит, вот, чтобы кто-то за него помолился, когда ему там какую-то операцию делают, какие-то страхи, вот, все время какие-то беспокойства, там, еще какие-то переживания. В общем, обычный человек, даже, уходя еще в церковь, он живет так, как будто вообще никакого Бога нет. Если Бог есть, что ты переживаешь? А веры вообще нет. Потому что была бы вера, человек всей своей верой оперся бы на Бога и вообще ничего не боялся. Этого боится, того боится. Тут делают какие-то, совершенно как помягче сказать, идиотские поступки. Мягче уже не могу. И что врезать? Вот это хаос. В голове паника. Живет, как трутень. Ничего не делает. В голове каша. Не знает, куда идти. Но все исследовано, все написано. Но чтущее не понимает. В таком состоянии ум. Ну и что тут делать? И вот у Христа Спасителя не было другого выхода, как двух ангелов послать, чтобы они напомнили. Но тогда они стали смутно вспоминать, что Господь говорит, что все, что произошло, так должно было быть. Но не могли Христа не убить. Появить Он сейчас, в нашу эпоху, может быть, Его не убили бы. Почему? Потому что на Него никто не обратил бы внимания, если бы Он не выступал бы по телевизору там. Потому что сейчас современный человек, он только, кто помоложе, он в интернете, а кто постарше, он в телевизоре. Если ни там, ни там нету Иисуса Христа, то и он совершенно о нем не то что забывает, ими он это помнит. Но уж что он говорил, что он от нас ждет, вообще не понимает. Поэтому человек весь, самое большое, что человек интересует, это спорт и погода. Женская прекрасная часть человечества интересуется погодой, хотя вон в окно все видно, какая погода, бред какой-то. А эти, мужская часть населения, что там, кто кому сколько голов забил, фамилии игроков, и все. А на следующий год опять. Кто забил, кто в какой лиге, вот и вся. Вот, ну и что, еще что-нибудь купить. Вот это купить, это купить. Там увидел, и мне надо. Или кто помладше, мам, купи. Вот и вся. От купи, да сломал. Вот вся жизнь проходит. Купили, сломал. Дальше. И так вот. Вся жизнь. Она совершенно не имеет, эта жизнь, никакого смысла. Я имею тот смысл божественный, для которого, для этого смысла, Господь каждого нас вызвал из небытия. Было время, когда нас вообще не было. и вот из двух клеток мужского организма и женского появились мы. И мы вот выросли из этой маленькой зиготы в человека. И сколько в каждого из нас вообще всяких трудов вложено. И что? Совершенно ничего того, чтобы хотел Христос, чтобы в нас было вложено, к сожалению, ну, практически не наблюдается. Особенно, когда приходит человек к тебе, ну, лет уже за 60, понимаешь, в это время уже трудно вообще, ну, даже газетную статью прочитать очень трудно. А тут Священное Писание. Как услышать через эти буквы, слова, услышать голос Божий. И как вот это остекленевшее, покрытое гранитом сердце, может эти слова воспринять и через эту корку воскреснуть, совоскреснуть со Христом. Как? Да, без помощи Божьей это невозможно. Ну, а так, видя по тому, как человек живет, чем, о чем беспокойство его сердца, видно, что сам по себе Христос, он никого не беспокоит. К сожалению. А жизнь христианская должна быть, как вот мы в Ектинии произносим, сами себя и друг друга, и весь живот наш Христа Богу предадим. Ну, живот имеется в виду жизнь в переводе со славянского. И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это одиннадцати апостолам и всем прочим. То были Магдалина Мария, Иоанна и Мария мать Иакова и другие с ними, которые сказали о всем ангелам. И показались им слова их пустыми и не поверили им. почему показались пустыми? А потому что даже когда Господь им говорил о своем воскресении после распятия, у них это не осталось в сердце. И когда уже пришли свидетельницы воскресения, они им не поверили. Почему? Потому что любовь всему верит, сказано в Писании. А тут нет любви подлинной христианской ко Христу. Поэтому неверие, поэтому сомнение. не Петр встав побежал ко гробу и наклонившись увидел только пелены лежащие и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшим. Но мы еще знаем, что с ним был Иоанн, который не входя во гроб уже встал у входа и уверовал. Вот любимый ученик Христов за это он его любил, он усвоил. Так его церковь называет апостол любви. Любовь ко Христу, самоучителю, ему открыла правду Божию. Ну и Петр. Почему он стал первоверховным апостолом? Он тоже сомневался, но он побежал. Ему не терпелось убедить самого себя в истинности воскресения. И когда он добежал, а расстояние было все-таки немаленькое, он увидел одни только пелены, а где тело? Воскрес Христос. И вот если в ком-то из нас вот такая же будет жажда познать, а что же Господь сказал для меня? Через что он хочет спасти? Апостол говорит, вера, она отслышания, отслышания от Слова Божия. Мы можем познать Иисуса Христа через Слово Божие, через то, что он говорит каждому из нас. Но надо, читая это, обязательно познать сердце, его желание, или, выражаясь по-славянски, его волю. Что Господь волит, чтобы мы усвоили? Тогда наша жизнь станет христианской. И начал свою проповедь Христос, так же, как Иоанн Претича, со слов «покайтесь». Покаяться не в том, что ты съел кусок рыбки, а что такое покаяние? А покаяние – это полностью на 180 градусов поменять свою жизнь. Потому что то, как мы бредем, это не в сторону воскресения, а наоборот. А покаяться – это изменить всю свою жизнь. Все свои чувства, все свои мысли, все свои слова, все свои поступки. и вот весь мир, все 7 миллиардов людей, они грибут в преисподнем. А христианин, он идет против этого потока, против этого жуткого цунами, с его псевдокультурой, с его отвратительной музыкой, с его распадающейся живописью, с его безобразнейшей архитектурой, с его кошмарной речью, которой заражены даже дети. Весь этот ад. И христианин один, ну и двое, редко где соберутся трое во имя Христова, они идут против. Тяжело идти против этого течения, когда весь мир, миллиардные народы являются язычниками, а Европа просто откровенно сатанинская вместе с любимой Америкой, поклоняются золотому тельцу и не способны вообще ни на что. лишены воли к сопротивлению. И вот в нашу эпоху сохранить эту веру христианскую и с ней пройти вот этот путь, который нам Господь отрезал и достичь гроба Господня и с ним совоскреснуть. Вот это воистину христианского задачи, которая увенчивается бессмертием и Царствием Божьим. И вот нас Евангелие этому учит. Попробуем это усвоить, это учение. И если захотим, я верую и надеюсь для этого и пытаюсь каждый раз говорить, что среди нас найдется один, два, три желающих спасти свою душу от всей той сатанинской мерзостью, которая предлагает нам этот мир, чтобы нам не утонуть в этом гнилом болоте, в чем нам Господи и помоги. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...